Добрый день, уважаемые друзья, слушатели и зрители моего канала на ютубе и моего клуба органического земледелия. Наверное, вы меня уже знаете. Зовут меня Фролов Юрий Андреевич, я биолог. И рассказываю вам я о агроприемах, о технологиях, которые вам помогут увеличить плодородие, почву, урожайность. И какими методами, приемами быстро вырастить качественную рассаду, посадить ее, вырастить хорошие растения и получить плоды. А также плоды долго, чтобы хранились. И мы поговорим с вами в нашем клубе о десятках, а может быть даже сотнях культур. У меня строится новый огромный зимний сад, которых будет вообще несколько. Мы будем вести оттуда трансляции, следите, будет много-много интересного. Той информации, которую вы нигде больше пока не видели и, наверное, не увидите в ближайшее время, а может вообще никогда. Потому что я всю жизнь занимаюсь живой природой, совершенствую технологии, до всего, что называется, дохожу сам. И много-много экспериментирую, трачу на это большое количество времени, средств и своих знаний. Ну а также природной интуиции. Сегодня я хочу пару слов сказать не о огородных, скажем, садовых, да, но не огородных культурах, а некоторых даже не о садовых. А чисто о культурах, которые можно выращивать в зимнем саду, получать прекрасные плоды. Я хочу сказать о некоторых растениях из группы тропических растений, которые дают нам, людям, прекрасные вкусные плоды. Ведь я в своем зимнем саду выращиваю и несколько, скажем, даже много видов тропических растений, которые дают вкуснейшие плоды, такие как гуаява. Причем даже по гуаяве я вырастил уже два поколения и адаптирую эту интересную культуру к все более и более низким температурам. То есть в природе они не держат ниже плюс 20-18, у меня уже до плюс 5 градусов. Я надеюсь, выращу и до нуля. А что такое ноль? Я вам объясню на примере моих некоторых зимних садов. Дело в том, что если зимний сад пристроен к дому, а дом отапливается, и зимний сад сделан правильно, сконструирован, и там много-много методик, то тогда у нас даже если зимний сад не топить, температура зимой может быть всего лишь 0 плюс 2, но не минус. И мы очень многие культуры, такие как инжир, цитрусовые и другие, можем адаптировать к низким температурам и не топить, не тратить большие средства зимой на обогрев теплицы, тем самым получая еще и крепкие, и стойкие культуры. Об этом мы поговорим в отдельной передаче. А сейчас я хочу рассказать вам вот об этой интересной культуре. Посмотрите, что у нас под крышечкой. Это некий был такой у нас парничок, про который я постоянно тоже рассказываю. Но мы накрываем сначала просто крышкой плоской, когда растение выше, мы уже накрываем его вот таким второй баночкой, получается парник. Немножко смещаем, чтобы у нас образовалась щелка, ну чтобы не затрели растение, а воздух свежий поступал. Что это такое? Это папайя. Я очень люблю папайю. Их несколько из прекрасных фруктовых сортов. И, значит, у меня в зимнем саду, вы, наверное, видите мои фотографии, вы видите, что есть уже даже плоды завязываются, да? И листья огромные, некоторые я мерил, до 90 сантиметров у меня вырастают. Конечно, для произрастания этой культуры нужен высокий зимний сад, от 3 метров, желательно лучше 5. Но в скором времени вы увидите и взрослые плоды, и другие культуры в стадии плодоношения, которые я выращиваю. Следующую культуру, которую я хочу сказать, это интереснейшая с амазонки культура анона. Вкус необычайный плодов, как крем заварной. Это очень ценное, богатое многими минералами, ферментами, витаминами продукт, плод. Вот, у меня есть, также вы видите, значит, более крупные растения, но доплодоношение, значит, требуется иногда до 3-4 лет. Поэтому это немного позже. Значит, я выращиваю много видов тропических растений, плодовых, и бананы, и, так сказать, чилистские томаты, много чего выращивал. И обязательно будет об этом снят большой видеосюжет, и будет снят фильм, который вы сможете приобрести, как выращивать и какие лучше подбирать плодовые тропические растения для зимних садов и круглогодично отапливаемых теплиц. И получать прекрасные плоды, свои, собственные, районированные, и даже вести селекцию и адаптацию. Так вот, а вот последнее растение, о котором я сегодня хотел сказать, оно, конечно, не совсем тропическое. Это все-таки Гималайя, это Китай, это Тибет. Это уникальное растение гингобелоба. Ценнейшее лекарственное растение. Найдете о нем информацию. Сейчас я об этом говорить не буду. Пусть немножко заинтригую тех, кто не знает. Но скажу лишь то, что, например, даже в Японии, когда на Хиросиме и Нагасаке были сброшены атомные бомбы США, то тогда погибли все растения, были обуглены, какие вообще просто не снесло ударной волной. И вот только единственные вот эти гингобелобы, они дали проростки и выжили. Это уникальное растение, которое дает молодость. И почему, об этом я рассказываю в своем уже другом проекте, о здоровье. Можете найти и посмотреть. Значит, каждый может теперь, если взять районированные семена, то вырастить их. И я уверяю вас, что у меня вот, например, в моем хозяйстве, в моем доме, где я живу, в моем саду, они уже зимуют несколько лет. И температуры минимальные, которые были, минус 35 градусов. То есть это возможно теперь даже в условиях Сибири. Мы такие семена будем, наверное, продавать. Будем продавать и рассаду, вот такую районированную, крепкую, в моих любимых горшочках, как вы видите. Вот от маленькой семечки, косточки, как фисташки, вот такое растение выросло за полтора месяца, с нуля. И ствол уже древесный становится. Видите, какой плотный, темненький, древесный ствол. Так что это тоже, как бы, анонсом вперед, интересное такое направление, которое мы будем развивать, чтобы вы понимали, что мы будем касаться тематики аграрной, плодовой, многоагранно. От грядок, от теплицы зимних садов до выращивания каких-то ценных культур в открытом грунте. Мы обязательно коснемся темы выращивания таких культур, как персики, абрикосы, мушмулу. Расскажем про мушмулу некоторые сорта, да, которые держат до минус 50 градусов. И есть такие. Да мало кто знает. Так что следите за моими новостями. Подписывайтесь на мой канал на YouTube и Клуб Органического земледелия. Поставьте, если вам понравилось, и вы хотите новые видео, подобные под этим видео, что вам это понравилось. Ну и ждем вас. До встречи. С уважением. Фролов Юрий Андреевич.